Продолжение следует... Продолжение следует... Я же на красный диплом иду, только по стипендиям! Только получилось писать и найти нужную страницу! Я все знаю! Я самый умный! История моя от все! Как же страшно! Лишь бы стипендия! Всех страшно! Все студенты боятся экзаменов! А вот и наш историк! Василий Васильевич! Прошу садиться! Ну что ж, начнем перекличку! Альшиц! Я! Это я! Даня Альшиц! Студент четвертого курса исторического факультета! Сипенко! Я! Миша Сипенко! Такой веселый! Всегда шутит! Адамович! Я! Адамович! Мишка! Собак боится до шути! Ху-ху-ху-ху! Родин! Я! Родин! Фамилия такая! Патриотичная! Ничего не боится парень! Муратов! Я! Муратов! Мечтает стать самым метким стрелком! В детстве всегда с тобой пистолетик игрушечный на съем! Все хвастался! Ты Макарова! Я! Ты Макарова! Наш пример! Всегда тихая, прилежная! За всех все скажет! Никого не выдаст! Уважаемые студенты! Мы начинаем экзамен! Дените билеты! Итак, кто готов отвечать первым? Только не я! Только не я! Только не я! Ой, Василий Васильевич! У меня так зуб болит! Можно завтра? Зуб! Зуб! Нет, зуб это, конечно, серьезно! Но есть вещи важные, которые никак нельзя перенести! Кто будет отвечать? Только не я! Только не я! Только не я! Решите мне! Вы! Я? Так, студентка Ты Макарова! Ну что ж, прошу! Билет номер... Не свой! У такого добряка, как Василий Васильевич, рука просто не может подняться, чтобы поставить в чей-нибудь матрикул жесткий приговор посредственно! К студентам он обращается только так, голубчики! Видя перед собой беднягу, в голове которого, как при вавилонском столпотворении смешались в кучу многочисленные народы, населявшие Древний Восток, их цари и боги! Василий Васильевич идет на любые маневры, чтобы натянуть ему пятерку! Ответьте мне всего лишь на один вопрос, голубушка! Между кем и кем проходили греко-персидские войны? Между ГРЕЕЕЕЕ? Ну? КАМИЧЕСА Ага! И ПЕЕЕЕ Э? НУ? КАМИЧЕСА САМИ! Ладно, отлично, садитесь! Итак, кто будет отвечать dessa, ребенок? Война! Закройте дверь, кревец! Такими глупыми шутками вы вашим дружкам не поможете. Я это насквозь вижу. Они пусты от никаких любознаний. Выйду и сразу растеряюсь. Только бы не тройка. Я же на красный диплом иду. Хоть бы получилось писать. Я все знаю. Я самый умный. Как же страшно. Лишь бы стипендия. Не хотите и не надо! Черт знает, что такое. Стипенка! Стипенка! Хватит писать и идите отвечать. Он повернулся лицом к однокурсникам. Его улыбка как бы говорила. Не поминайте лихом, если что. Этим, если что, все еще была тройка. Хотя слово война уже прозвучало. И для многих сидящих в аудитории начался отчет последних месяцев их жизни. Итак, Стипенко, какая у вас тема? Война! 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 Война ворвалась в наш эскаковский коридор топотом ног. Громом дверей. Над оголосцем говором, выкликами вскочили с мест и мы. Кто-то распахнул дверь аудитории так, что она ударилась о стену. Война! Война! На митинг! На митинг! И был митинг в эскаковском лектории. Огромное пятидесятр до отказа забить. Сотни лиц одновременно знакомых и незнакомых. Разве можно узнать того же Яшку Гребца, того же Мишу Сипенко, того же Мишку Адамовича? Они торжественно серьезны. Война! 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 Даниил Натанович Аль оказался на фронте вместе с другими студентами. Он прошел всю войну до конца, хотя многие из его товарищей погибли. Ну что ж, начнем перекличку. Альщиц! Я! Сипенко! Сипенко! Миша Сипенко! Такой веселый, всегда шутил. Погиб подругой. Адамович! Адамович! Мишка! Собак боялся, да шутим! Погиб под Кингисепом. Родин! Родин! Фамилия такая, патриотичная. Ничего не боялся парень. Убит от Пулкова. Муратов! Муратов! Мечтал стать самым метким стрелком. В детстве всегда с собой игрушечный пистолетик носил. Хвастался, погиб на Невский Дубров от пули. Демогарова! Женя Демогарова, наш пример. Всегда тихая, прилежная. За всех все скажет. Никого не выдаст. Попала в пляж фашистом под Тиверской. Погибла под пытками, не провалив ни слова. Не выдав ни одного из своих товарищей. Попала в пляж фашистом под Тиверской.